Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова программа Диалог и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире, поэтому вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю, а у меня сегодня в гостях глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, уважаемые жители Щелково. Александр Анатольевич, вы не только у нас глава городского поселения, но еще и председатель совета, городского совета депутатов и сам депутат 22-го округа, это поселок Чикаловский, микрорайон Чикаловский ныне, поэтому говорить мы будем, конечно, не только о благоустройстве нашего города, как у вас главы поселения, но и, естественно, и как депутата, и как главы совета депутата. Ну, я вначале хочу такой вопрос задать. Вот вы стали главой поселения чуть больше полугода назад, в самом конце мая, и как раз в день избрания, в интервью нашему корреспонденту нашего телеканала, вы сказали, что приоритетные планы по развитию города Щелково, городского поселения Щелково, это, вот я прямо процитирую, основное, это коммунальные вопросы, основное это облик города, потому что о деятельности власти, любой власти, жители судят по тому, что у нас творится на улицах. Это было чуть больше полугода назад. За эти полгода приоритеты изменились с вашей точки зрения? Ну, вы знаете, мне кажется, эти приоритеты, они останутся навсегда приоритетами. Почему? Потому что действительно о деятельности любой власти жители судят о тех комфортных условиях проживания, которые создает им, собственно, власть. Поэтому приоритеты сохранились прежние. И я должен сказать, что за время, с момента этого заявления, в городе действительно много чего изменилось в плане благоустройства. Хотелось бы, конечно, больше, но все впереди. Мы начали, по сути дела, только в течение полгода работаем. И то, что сделали депутаты на сегодняшний день, именно утвердили и бюджет, уточнили его после короткого перерыва между двумя созывами, третьим и четвертым. Ну и, собственно, эти деньги сейчас с помощью нашей исполнительной власти, они пошли на благоустройство. Я думаю, что жители могут оценить это. Есть, конечно, недостатки. Есть места в городе, которые еще требуют благоустройства. Их много. Но я надеюсь, за период нашей деятельности в течение оставшихся 4,5 лет мы будем содействовать своими всеми силами для того, чтобы эти вопросы устранить, чтобы благоустройство было на высшем уровне. Ну а вот как вы, как депутат, работаете? Какая у вас связь с жителями? Как часто вы ведете прием? Как часто к вам обращаются с какими-то пожеланиями, наказами, как это раньше говорили? Ну, вы знаете, у меня дня, по сути дела, не обходятся без приема. И у меня есть официальные дни приема. Это первая и третья среда. Я принимаю жителей непосредственно на своем округе в Совете ветеранов с 17 до 19. И второй и четвертый четверг месяца в здании Совета депутатов с 11 до 13 и с 14 до 16. Но, кроме того, я ни от кого не прячу свой телефон мобильный. Поэтому, если он есть у жителя, а его, в принципе, можно узнать и в Совете депутатов, то по желанию человека мы договариваемся, встречаемся, или он ко мне приходит, решаем те вопросы, которые нужно решить. Скажу сразу, что, учитывая то, что депутатский корпус не имеет тех полномочий, к сожалению, которые были ранее, Да, собственно, и ранее их не было. Но мы, поскольку город передал полномочия в район, поэтому исполнительными функциями мы не обладаем. Поэтому в пределах тех полномочий, которые у нас есть, мы стараемся обеспечить жителям решение тех проблем, которые перед ними возникают. Ну, а каковы эти полномочия? Давайте я вот еще хочу даже напомнить нашим зрителям, что деятельность вашего Совета депутатов ограничивается не только городом Щелково, но и поскольку это городское поселение, входит туда у нас еще два поселка и пять деревень вокруг. Да, я могу перечислить их, конечно, поселки Образцово-Краснознаменские, деревни Серково, Ледово, Набережное, Васильевское и Байбайки. В общем-то, достаточно большая территория, хотя, может быть, количество жителей не намного больше, чем если брать только один город. Но все равно примерно 120 тысяч – это достаточно большой населенный пункт, так скажем, в общем. И вот хотелось бы узнать, все ли жители, особенно окраин, так их назовем, не в обиду им будет сказано, охваченные деятельностью работы депутатов? Я бы сказал, что все охвачены деятельностью Совета депутатов. Другой вопрос, что, может быть, отдельные депутаты, может быть, где-то чуть-чуть не дорабатывают. Но я думаю, что этот процесс регулируемый, и, скажем, полгода – это еще не срок, на самом деле, работы Совета депутатов. А что касается полномочий Совета депутатов, их не так много, но, тем не менее, я считаю, что они достаточно значимы. Первое и самое главное – это утверждение бюджета городского поселения и контролевое исполнение – это второе. Ну, а самая важная, это ежедневная работа – это работа с жителями. Работа по обеспечению обратной связи между жителями и собственной исполнительной властью. Чем, собственно, все депутаты и занимаются. У каждого из них есть ДИП-приема, у каждого из них есть место приема, есть депутаты, которые принимают по телефону. Ну, например, школьный Игорь Владимирович, он во дворах принимает прямо людей, то есть приходит к тем людям, которые ему позвонили. То есть есть какой-то график? У него даже графика нет. Он просто ему звонят, он приходит во двор, решает вопросы, делает заявки, общается с прокуратурой, если это необходимо, с исполнительной властью, с отраслевиками по линии исполнительной власти и решает вопросы таким образом. Александр Анатольевич, у нас есть первый звонок, давайте послушаем наш зритель. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Сергей, у меня такой вопрос. У нас светит всего один фонарь на всех четыре подъезда, на Кабарово-15. Вот, у нас двор большой, вот, четыре дома и площадки как таковой практически нет. Сломанная песочница и качели там, то есть тоже связанные там, болтаются. В общем, площадка вообще плохая. А еще раз адрес, пожалуйста. Комарова-15. Комарова-15. Спасибо. Сергей, скажите, вы слышите меня, а кто у вас депутат по вашему округу? А я не знаю. А вы на выборы-то ходили? Нет. Нет. Ну вот, чтобы знать, кто у вас депутат, надо, желательно, конечно, на выборы ходить, тогда вы будете иметь представление. Но алгоритм решения данной проблемы очень прост. Либо вы обращаетесь с просьбой к своему депутату, обращение делаете на его имя, и он уже делегирует, как бы, ваши просьбы, он, ну, скажем так, составляет соответствующее заявление и относит в структуру исполнительной власти. Либо вы обращаетесь сами в управляющую компанию по поводу освещения, что касается. Что касается облагораживания территории, детской площадки, то я скажу так. В этом году по городу в районе, наверное, 20 площадок было сдано. И этот процесс, он не будет прекращаться, он будет с увеличением продолжать площадки, эти будут организовываться во дворах. Поэтому, если вы со своим депутатом более плотно будете работать, я думаю, в течение срока исполнения своих обязанностей, ваш депутат постарается сделать так, чтобы на вашей территории появилась детская площадка. Ну, это вот общая тенденция. Я хочу сказать, что мы сегодня тоже хотели внести свою лепту. В установлении обратной связи с жителями города вышли на улицу и задавали вопросы. Вопросы были такие простые. Ходили ли вы на выборы? Знаете ли вы своего депутата, соответственно, если ходили? Ну, и, соответственно, какой вопрос вы хотели бы задать своему депутату, такой самый больной, самый животрепещий? Ну, вот я могу сказать, что 90, наверное, даже больше процентов сказали, что мы на выборы не ходили. Вот это наша беда. Но вопросы, тем не менее, хотят они задать, потому что вот все ответили, что да, хочу, хочу, даже если не голосовали. Поэтому давайте сейчас посмотрим этот видеоопрос, а потом, может быть, как-то скорректируем ответы на эти вопросы. Чтобы я спросила, когда наш город аккуратным станет? Ну, во-первых, надо переход... Давно уже там сделано. Пробки? Пробки, пробки. Нас достали. Пожалуй, по поводу детской больницы. Что ужасно вообще. Детская больница, здоровые дети, больные дети, все это в одном помещении. В связи с тем, что у нас пополнение в семействе, наверное, количество мест в детских садах. Чтобы наладили ЖКХ. Да. Все, чтобы наладили, был порядок везде, воров, чтобы этих убрали все. Да, неправда, что... Когда второй мост построят, вместо этого, когда проходимость этого моста вообще настолько низкая, что постоянные пробки. Чтобы в городе чище было. Так, в общем-то, все хорошо, у нас в городе благоустроено. Только с ЖКХ у нас проблемы вечные. Ну вот, основная тема, конечно, самая больная. ЖКХ и благоустройство города. Что делают депутаты в этом направлении? Я думаю, что звонки еще будут, и будут они, конечно, этих тем касаться тоже. Ну, знаете, ЖКХ, конечно, это наша боль сейчас. И, к сожалению, не все вопросы решаются. Но вы понимаете, что когда идет реформирование структуры, конечно, будут и ошибки, будут какие-то проблемы возникать. За один день все не делается. Конечно, все это идет уже на протяжении почти полугода. И очень сложно людям объяснить, порой бывает, почему все это так происходит. Мы встречаемся с такими упреками, что надо сначала думать, а потом делать и так далее. Я не хотел бы сейчас критиковать кого-то. Хотя, в принципе, можно сказать о том, что да, какие-то вопросы были не совсем продуманы. Но вопрос в том, что не ошибается тот, кто ничего не делает. На сегодняшний день потихонечку ситуация стабилизируется. Вся проблема, она возникла из-за того, что у нас на рынке этих услуг, к сожалению, не все управляющие компании достойно себя вели. Скажем так, не все честные оказались. Мягко скажем, да, что не все честно вели эту работу. Если бы, я думаю, все компании управляющие вели ее честно, то жителям жилось бы очень хорошо. Ну, а что они могут сделать в этой ситуации? В этой ситуации, видите, ну, во-первых, поставили условия, чтобы были лицензированы все компании. Не сразу и не все компании были лицензированы. На время, пока компании добивались своих лицензий, убеждали госжилинспекцию и другие организации в том, что они могут этим заниматься, значит, была назначена компания ДСЖКХ. Опять же, не буду сейчас сдаваться в подробности, правильно это было сделано, неправильно это сделано, но кто-то это должен был делать. Вот. Ну вот, и ошибка, видимо, в том, что вот не предусмотрели несколько, что такая компания, как ДСЖКХ, на тот момент не хватило у нее сил и средств для того, чтобы решить все эти вопросы. Это спасло ситуацию, по крайней мере, весной еще, в конце весна и начале лета. Понимаете, наткнулись на то, что был и саботаж со стороны предыдущих управляющих компаний, и так называемые эти двойные платежки, вот. И, собственно, не совсем быстрая, качественная работа ДСЖКХ, все это привело к некоторому коллапсу. Вот. Потому что жители перестали доверять одной компании, перестали доверять тем компаниям, которые начали давать двойные платежки. Вот сейчас вот этот снежный ком закрутился, просто люди перестали платить, понимаете. Вот. И перестали получать плату за такие энергососнабжающие компании, как водоканал, теплосети, электросети, газовое хозяйство. Перестали получать плату. Естественно, долги копятся, а люди не платят. Платить зарплату в том ЗЖКХ своим подрядчикам стало нечем. Но, тем не менее, долги сейчас возвращаются. Долги возвращаются, потихонечку возвращаются, ситуация налаживается. Должно пройти время. Некоторое время сразу ничего не решается. Я надеюсь, что наша исполнительная власть справится с этой задачей. И надеюсь, скоро. Давайте немножко поговорим еще о работе Совета депутатов. Мы выяснили, каковы его полномочия. Хотелось бы немножко подробнее узнать о структуре. Вы сказали, что не все депутаты справляются на мой вопрос о том, как охвачены жители окраин. Вот, насколько я знаю, в Совете всего 25 человек в городском, так же, как и в районном. Представители пяти партий у вас, насколько я помню, да? Да. Они разделены на фракции, скажем так, принято. И вообще, вот эта партийная принадлежность как-то влияет на взаимодействие между собой? Какие-то разногласия встречаются? Ну, естественно, есть некоторые разногласия, но я считаю, что за полгода депутаты, в общем-то, сплотились. Как этому способствовал и день города, и день района, мы немножко побеседовали, мы немножко пообщались. В конце концов, мы просто общались в процессе этого года. Поэтому я думаю, что вот сейчас у нас рабочий состав Совета депутатов. Кстати говоря, я не соглашусь, что кто-то не работал из депутатов. Я думаю, просто не вся информация у нас есть. Если депутат работает, то, как правило, это не замечается. Вот если он не работает, присылают какие-то замечания в адрес Совета депутатов. Ну да, хвалят всегда реже, чем ругают. Таких замечаний, к сожалению, к счастью, нет. К счастью, нет. А если есть, то это незначительные, несуществительные замечания, связанные, скажем так, с каким-то невыполнением тем же коммунальным службам каких-то вопросов. Что, в общем-то, от депутата не всегда зависит. Но, тем не менее, он же может как-то повлиять на... Он может повлиять. Там, чтобы дать ход и проследить за выполнением. Потому что, понимаете, когда человек уже повлиял на ход, уже обратно житель не обращается, не говорит, что вот спасибо вам за то, что вы повлияли на этот ход. Просто само собой разумеюще. Что касается партий. Да, у нас представлены 5 партий. Это Единая Россия. Это Справедливая Россия. Это Коммунистическая партия Российской Федерации. Это Родина. И это патриоты России. Ну, что я скажу. В принципе, все нормальные, адекватные люди. Со всеми можно работать. Со всеми можно решать вопросы. И я думаю, что сейчас Совет Депутатов стоит на пороге хорошей консолидированной работы. Во всяком случае, в 2016 году мы ее ожидаем. Я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня у меня в гостях глава городского поселения Щелково, председатель Совета Депутатов городского поселения Щелково, Александр Шалыгин. Звоните по телефону 496-567-1440, 567-1450. Задавайте ему вопросы самые наболевшие, конечно. Ну, а я хочу сказать, что мы уже, конечно, дали анонс заранее о том, что вы сегодня придете к нам в гости. И просили задавать предварительно вопросы, также по телефону. И в течение дня эти звонки поступали. Я их вот попытался объединить, ну, опять же, конечно, в основном ЖКХ благоустройства. Нина Васильевна, например, из поселка Чкаловский, так она представилась, да, когда прекратится бардак в сфере ЖКХ. Жители продолжают получать повторные квитанции от разных управляющих компаний, да. Улица Свирская тоже у нас почему-то прямо из одного дома, дом 14 по Свирской. Марина Николаевна и Нина Семеновна спрашивают, почему до сих пор нет квитанции от ЕРКЦ уже третий месяц перебоя с их доставкой. Ну, это вот то, о чем говорили уже. Ну, это, в принципе, часть вопросов, да. Что касается бардака, нужно время. Скажем, мы, как представительная власть, к сожалению, на этот процесс повлиять не можем. А то, что на сегодняшний день делается или пытается сделать, разъяснение, работа с жителями, разъяснением ситуации, почему так получилось, от чего такая ситуация, она ведется. Я считаю, что в этой сфере нам немножко не хватает, конечно, информированности жителей, на чем тоже сейчас идет работа. Вот и на вашем телеканале это идет, и на сайте администрации района эта информация есть. И сейчас готовится к выходу сайт городского поселения Щелка. Я надеюсь, что с Нового года вы сможете пользоваться этим сайтом, где мы будем размещать полную информацию о том, что происходит и в сфере представительной, и в сфере исполнительной власти, о деятельности депутатов, главы города и так далее. Конечно, хорошо бы поработать и управляющим компаниям, и газете «Время», для того, чтобы как можно более полно информировать жителей о том, что происходит в этой сфере ЖКХ. Поскольку вот эти вот вливания от одной управляющей компании, от другой, двойные платежки, они не дают понимания реально кому платить. И жителей можно понять, что вот когда бардак прекратится. Ну вот вы упомянули о том, что скоро запустится сайт, да, уже практически с Нового года. Конечно, сейчас очень в наш электронный век, очень это имеет большое значение, обратная связь с жителями, именно через сайт, вот, увы, пока нету. Практически у всех поселений у нас есть такие сайты, да, Щелка вот только создается. Ну а пока сайта нет, какие-то еще пути виртуального общения вы используете, скажем, социальные сети? Ну я вам скажу, что многие депутаты используют социальные сети, ну я вот в Куст Чкаловский представляю, да, и наши депутаты выходят туда с постоянной информацией, иногда поступают в полемику, даже мне пришлось пополемизировать периодически. Ну, к сожалению, не все жители понимают нашу степень ответственности, ну иногда идет негатив, ну что делать? Жители тоже нам можно понять, потому что по большому счету они правы в своих претензиях. Вопрос другой, кому их адресовать? Вот, а то, что депутатский корпус на сегодняшний день, и, скажем так, общаясь с жителем, пытается информировать, доносить информацию о том, что происходит и как с этим бороться, и то, что, собственно, мы стоим, естественно, на страже интересов жителей, это даже не обсуждается. Поэтому очень хотелось бы понимание наших избирателей, что мы находимся на одной платформе жизненной. И еще такой вопрос, поскольку на нашей территории, в нашем районе два совета по 25 депутатов, это совет городского поселения Щелково и районный совет депутатов, который, естественно, охватывает большую территорию, большее количество людей. Но вот хотелось бы спросить, как вы взаимодействуете друг с другом? Какие-то, не знаю, совместные мероприятия, например, проводите? – Ну, вы знаете, я не скажу, что пока мы делаем это очень широко. Фракционно, да, работает у нас, допустим, фракция «Единая Россия», работает с фракцией «Единая Россия» в Совете района депутатов. Я знаю, что фракция коммунистов работает тоже между собой. Справедливо-Россы. То есть, контакт есть на самом деле. Но вот так, чтобы обоими советами, пока такого нет. Ну, разве что в каких-то культурных мероприятиях, я думаю, было бы очень полезно нам пообщаться действительно полным составом, ну, может быть, на каком-то мероприятии для начала, ну, а потом и уже по решению тех или иных вопросов. Ну, а что касается, в общем-то, взаимодействия, то, естественно, мы принимаем иногда либо просьбы, либо какие-то предложения со стороны района Совета депутатов, обсуждаем эти темы и принимаем свое решение какое-то. Спасибо, Александр Анатольевич. Настало время нам ненадолго прерваться. Я обращаюсь к нашим зрителям. Не переключайтесь с телеканала «Щелковский». Через буквально 3-4 минуты мы к вам вернемся и продолжим разговор с моим сегодняшним гостем, главой городского поселения Щелково Александр Шалугин. Продолжаем программу «Диалог» в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы. 496, код города, 567-1440, 567-1450. Вопросы моему сегодняшнему гостю, главе городского поселения Щелково Александру Шалугину. Александр Анатольевич, в первой плане нашей программы вы упомянули, что главная деятельность Совета депутатов городского поселения и любых муниципальных образований – это формирование бюджета на будущий год, корректировка нынешнего года и, соответственно, контроль за его исполнением. Сейчас формирование бюджета на будущий год находится в самой решающей стадии. В конце ноября прошли публичные слушания по бюджету и по городскому, и по районному. Сейчас Совет депутатов, соответственно, уже практически утвердил этот бюджет. Я предлагаю вначале посмотреть короткий репортаж об этом событии, я имею в виду публичные слушания, как раз что касается городского бюджета на будущий год. И, точнее, даже сейчас он формируется сразу на три года, соответственно, и на 17-18. В общем, давайте посмотрим, потом обсудим. Как известно, с этого года бюджеты формируются на трехлетний период. А после объединения администрации Щелковского района и городского поселения Щелково их еще и верстает одна команда. Проектом бюджета городского поселения Щелково предусмотрены следующие у основных показателя. Общий объем дохода 940 миллионов рублей, расходов 1,14 миллиона рублей, дефицит бюджета 74 миллиона рублей, который планируется полностью покрыть за счет остатка средств бюджета на 1 января 2016 года. Общее в бюджетах то, что их называют социально направленными, и расходуются они программно-целевым методом. Больше половины расходов бюджета города на развитие инфраструктуры. 325 миллионов на ЖКХ и 166 на дорожно-транспортный комплекс. Почти по 200 миллионов получат спорт и культура. Участников публичных слушаний, разумеется, интересовали конкретные дела. А тут в бюджет заложено 43 миллиона на проекты строительства бассейна. В городской совет депутатов уже поступило несколько предложений от граждан. Организация «Дети войны» просит заложить в бюджет средства на строительство в микрорайоне Чкаловский сквера «Славы» в честь этого поколения. Жители квартала Хомутова просят профинансировать развитие у них коммунальной инфраструктуры. О каких-то конкретных проектах, бюджетных ассигнованиях мы поговорим чуть позже. А сейчас хочу спросить в целом. Еще летом депутаты, естественно, нынешний наш городской совет окончательно оформил бюджет за прошлый год, проконтролировал его исполнение. Ну и вот в сравнении, как раз в прошлом году основные расходы пришлись именно на ЖКХ, о чем мы уже говорили, на строительство и ремонт дорог и на культуру. Как-то в будущем году изменится эта структура? Вы знаете, эта структура не меняется, в принципе, с годами. Это основные отрасли, в которые вкладываются деньги. Это всегда проблемные отрасли. И ЖКХ, и культура, и дороги, и спорт. И в этом году, не исключение, это год не исключения, сюда тоже основные средства пущены именно сюда. Ну вот, насколько я знаю, по плану, как раз и об этом говорилось в сюжете, но опять же, в сравнении с бюджетом прошлого года, расходную часть бюджета в будущем году планируется увеличить на 50 миллионов рублей. Дефицитную часть бюджета, так скажем. В прошлом году эта часть составляла всего лишь 20 миллионов, соответственно, в будущем 70. Насколько реально получить дополнительные доходы и компенсировать вот эту более чем в два раза возросшую расходную часть? Ну, знаете, по оценке наших экономистов, они у нас достаточно сильные. Это не создаст никаких трудностей, поскольку, во-первых, покрытие будет от тех денег, которые остались в этом году, во-вторых, у нас ожидается очень неплохая собираемость налогов. Вот, поэтому, я думаю, мы не столкнемся с большими проблемами. Единственное, может быть, что, конечно, мы не сможем очень сильно развиться. Дело в том, что мы взяли в прошлом, в этом году на баланс города такие учреждения, как ОСК Подмосковья, театр. То есть спортивный, культурный. Спортивный, культурный, да. Музей, краеведческий наш, галерею. Ну, собственно, с театром пришли к нам и распевы, наш знаменитый ансамбль, и оркестр. И все эти учреждения, они требуют определенных затрат. Раньше они все отходились на балансе в районе. Поэтому, ну, не получится, наверное, очень серьезно развить вот эти учреждения. Ну, а с тем, что поступили, как вы, справляетесь? Хватает денег, по крайней мере, сейчас? Ну, пока хватает, пока хватает. Я, например, не думаю, что надо жаловаться на наше управление по экономике. Они работают достаточно четко. Вот. Насчет перспектив, я думаю, что будет корректировка следующая, где-то в апреле месяце. И мы там уже будем понимать, какими средствами будем располагать на остаток следующего года. Ну, вот еще последнее тоже, что касается доходов. Конечно, основное – это налоги, неналоговые поступления, то есть доходы от аренды предприятий, земли и так далее. Но есть еще такое понятие, как межбюджетный трансферт, то есть помощь, условно говоря, вышестоящих властей и нижестоящих. То есть федеральные власти помогают региональным, естественно, бюджетам, региональные – местным. Вот наш бюджет получает такую помощь? Ну, вот, наверное, у меня есть справочка такая. В этом году самый большой трансферт нам был выделен на проведение капитального ремонта межмуниципальных объектов водоотведения. Вот, они будут освоены до конца этого года. Дело в том, что коллекторы канализационные водоотведения, они у нас в очень плачевном состоянии. И 170 миллионов из бюджета области, сами понимаете, это денежки немаленькие. Вот, я думаю, что они будут освоены. И перспективы есть. Кроме того, и на капитальный ремонт дорог выделялись, и на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства, и на обеспечение жильем молодых семей. То есть деньги эти все выделяются. Какие-то субсидии из этих субсидий уже освоены, какие-то будут освоены до конца года. Ну, а вот что касается... Всего, извините, 206 миллионов. 300 тысяч рублей. Ну, вот вы сказали, помощь молодым семьям, в обеспечение жильем. Ну, а что именно? Ведь не целиком квартиру, наверное, покупают? Ну, не целиком квартиру, но... Понимаете, все зависит от того, что в программу заложено, вот по конкретным семьям. То есть есть определенная очередность среди молодых семей. Ну, вот им помогают. Долгосрочная целевая программа Московской области жилища на 2013-2015 год за счет средств бюджета Московской области. Ну, вот здесь вот выделено у нас в этом году примерно 5,5 миллионов рублей. Ну, это... Это немного. Две-три квартиры? Это немного. Небольших. Это немного, но это... Тем не менее, это то, что выделили. Александр Куриевич, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Это Сверская-14 беспокоит Марина Николаевна. Вот у нас прямой такой вопрос. Скажите, пожалуйста, компания «Уют» существует или нет? Потому что я была на собрании в компании «Уют». Они сказали, что якобы все документы уже переданы, и нам нужно... Мы платим в ДЭС, чтобы все шли и писали заявление в ДЭС, чтобы перечислили уюту все деньги с июня месяца. Марина Николаевна, простите. Да, никак мы не можем добиться. Марина Николаевна, вы можете оставить свой телефончик? Я вам на этот вопрос отвечу. Дело в том, что вот я сейчас в данный момент не могу вам на него ответить, поскольку у компании «Уют» были некоторые проблемы вот именно с лицензированием в этом году. Вот на данный момент у меня информации по этому вопросу нет. Поэтому если вы мне телефончик оставите сейчас редактору там, то я вам буквально завтра и отвечу на этот вопрос. Спасибо. Александр Анатольевич, я предлагаю посмотреть еще один короткий видеосюжет на тему опроса жителей. Мы вот тоже сегодня поинтересовались, куда бы они хотели потратить в первую очередь деньги из городского бюджета. Какие приоритеты у наших жителей? Давайте посмотрим. Ну, в первую очередь, конечно, на наших детей. На благоустройство города. Чтобы мост хороший сделали, нормальный, а то сто лет не делали и сделали такой. Ну, пожалуй, наверное, все-таки в первую очередь на инфраструктуру. Вложили бы деньги в дороги, желательно бы их расширить, сделать пошире, чтобы не было таких ужасных пробок. На медицину. Я думаю, что медицина у нас очень сильно хромает. На детей. На образование, вот в детские дома, тем более перед праздником. Я вот на это пустила бы. Ну вот и дети, и медицина, и образование, и по-прежнему дороги и мосты. У вас какие приоритеты? Ну, смотрите, благоустройство и в этом году, и в следующем году, и далее на благоустройство будет уделяться очень большое внимание. В этом году на благоустройство было затрачено, как никогда, много денег, которые высвободились от администрации городского поселения Щелку. То есть от того, что мы ее упразднили. Вот поэтому я думаю, что жители должны ощутить это в ближайшие года три. Что касается моста, ну вы знаете, наверное, в средствах массовой информации это прозвучало. Сейчас готовится проектно-сметная документация, вернее не готовится, а ищутся деньги на то, чтобы эту проектно-сметную документацию на мост, чтобы она была изготовлена. Деньги изыскиваем сейчас в бюджете городского поселения. Поэтому, думаю, мост будет, ну и, соответственно, восточный обход, который будет соединять у нас Щелковское шоссе с шоссе в город Фрязино. А мост через Соболевку, вот мост у нас идет. Ну да, с Фабричной улицы и в сторону Заречной. В сторону Заречной. Вот. Что касается инфраструктуры, ну вы знаете, это вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что на сегодняшний день инвесторы, которые пытаются что-то построить, ну не всегда, скажем так, качественно выполняют свои обещания, которые они дают жителям, когда проходят публичные слушания. Вот. Вот мое такое мнение, что инфраструктура сначала должна строиться, а потом уже живые комплексы, которые эта инфраструктура должна обеспечивать. Но у нас все наоборот делается. Ну, к сожалению, понимаете, то есть инвестору выгоднее, конечно, сначала получить деньги от жителей, которые он заселит. Вот. А все остальное потом оно как-то пускается на тормозах. Вот. На мой взгляд, это должно быть совершенно наоборот. Вот. Что касается врачей, ведь врачу-то надо где-то жить. У нас реально не хватает врачей в городе. Хотя это и не наши функции на сегодняшний день заниматься здравоохранением. Мы здравоохранение передали в область. Но эти люди, наши люди живут здесь, и эти врачи работать должны тоже здесь. Они должны где-то жить. Если им не где жить, соответственно, и работать они здесь не будут. Поэтому инвесторы, когда они делают эту инфраструктуру, они должны предусматривать в тех же домах, которые они делают, места, социальные квартиры для врачей, тогда эти врачи будут работать у нас здесь. Дороги. Дороги – это у нас самая большая проблема, конечно. К сожалению, нет возможности весь бюджет бросить на дороги. Поэтому потихонечку к этим вопросам… Ну, скажем так, в прошлом году на дороге, если мне память не изменяет, было выделено… Да, в прошлом году много сделали. Всего лишь 96 миллионов рублей. Но, тем не менее, много сделал. Но за счет того, что мы передали полномочия, за счет высыпающих средств и за счет, опять же, трансфертов, мы в городе, исполнительная власть нам, в принципе, поправила много дорожного покрытия. Поэтому, ну, во всяком случае, если говорить по Чкаловской, люди заметили дороги. Да, институтскую улицу сделали. Я читал вопрос по Беляево улице, да, там есть претензии к внутриквартальным дорогам, а вот улицу Беляева все-таки сделали. Это очень немало и вложено. Александр Анатольевич, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя, что-то вас хотят спросить. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, вас беспокоят пролетарские 11. Когда будут убраны ракушки? Я понял вас. Есть целая программа по уборке ракушек. В этом году было убрано порядка 400 ракушек. Вот, и эта работа будет продолжаться до тех пор, пока ракушки не покинут наш город. И не будут сделаны цивилизованные стоянки для автомобилей. Собственно, вот так я хотел бы ответить. И еще один вопрос, но он стоп. Продолжим, я имею в виду вопрос телефонный нашего зрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Александр Анатольевич, у меня вообще два обращения к вам. Значит, вот я по поводу нового моста. Значит, он будет идти и будет выходить на улицу Заречен. А дальше как пойдет дорога? Как она, где она будет выходить на Андряновское шоссе? Вы знаете, сейчас вопрос о дороге пока не рассматривается. Но все равно после того, как будет проектирование моста завершено, вопрос о дороге естественно станет. Зачем нам иначе мост? Вот этот проект, который сейчас по восточному обходу, он с точки зрения проектировщиков и, собственно, депутатов, которые выезжали на место, смотрели. Это самый оптимальный вариант, потому что практически не задевает интересы жителей и предприятий, которые находятся в этой зоне. Но меня интересует вопрос, эта дорога пойдет больше в сторону Руды? Вот когда вы выйдете на Заречную улицу, вот мост по этой деревне пройдете, вот, и что больше пойдет в сторону Руды? Вы знаете, мне кажется, да, он где-то вот в районе Рудоуправления, за ним где-то. Вы знаете, я вот не готов вам прямо вот так вот пальцами начертить здесь на столе, но еще раз повторюсь, что минимально затронет интересы жителей, минимально. Александр Анатольевич, но если не трудно, вы в газете время примерно напечатайте схему, чтобы люди успокоились. Я почему вас беспокоил, у нас там товарищество, вот, и я, меня люди уже, поэтому вы хотя бы примерно в газете время напечатаете, как будет проходить этот дорог. Вы знаете, я думаю, вот смысла нет, пока нету проекта, в принципе обсуждать-то нечего. Поэтому, ну давайте мы немножечко подождем, сначала сделают проект моста, попутно, я так думаю, продумают, как пройдет дорога. Я не готов вам ответить, понимаете, я не архитектор, я не строитель дорог, и сейчас пока эта тема, она, даже у меня нет информации, как это будет выглядеть на сегодняшний день. Поэтому давайте чуть подождем, все равно будут публичные слушания, все вопросы будут обсуждаться. Я надеюсь, найдут оптимальное решение, чтобы не затронуть интересы жителей. Похожий вопрос сегодня пришел тоже на тот же самый номер телефона, но только с другой стороны Щелково, да, сейчас вот речь шла о восточной части города, восточный обход, как мы его называем, да, вроде есть еще проект западного. И вот как раз позвонила нам Нина Алексеевна, по слухам, в Хомутово планировали строить мост, и рассматривался вопрос о выкупе и сносе части участков одного из садовых товариществ. Будет ли это на самом деле? Уважаемая Нина Алексеевна, вы знаете, вот у меня нет информации вообще о том, как и где будет строиться мост. На сегодняшний день еще нет генерального плана развития города Щелково. Он сейчас только верстается и будет утвержден, дай бог, где-то к концу 2016 года. Вот после этого, после проведения публичных слушаний, я думаю, мы и будем понимать, как это все будет происходить. Я думаю, что мы пока рано волноваться. Когда будет какая-то информация, тогда будет смысл ее обсуждать. Сейчас вот у меня такой информации нет, к сожалению. Ну и завершая тему бюджета, хочу спросить, мы очень много услышали и пожеланий, и советов наших жителей. С учетом этих пожеланий могут вноситься какие-то корректировки в бюджет? Ну понятно, не сейчас, а во время его исполнения. Ну для этого существуют, во-первых, публичные слушания, а во-вторых, корректировка. Корректировка всегда учитывается по желанию депутатского корпуса, поскольку мы корректируем бюджет. Поэтому если жители будут обращаться с какими-то просьбами, и эти просьбы будут сочтены необходимым к выполнению, конечно, будут выделяться средства. Но нужно понимать, что, дорогие друзья, мы живем в сложном мире на сегодняшний день. И надо понимать, что у нас бюджет, он не безграничный. Поэтому в один год и все сразу сделать невозможно. Проблем в городе очень много, очень много. И за один, два, три года вряд ли мы это все сделаем. Тем более, что бюджет у нас не такой уж большой для 120-тысячного города. Для сравнения скажу, что если у нас бюджет около миллиарда, то есть такой город Мышкин с 6-тысячей населения, у него примерно 5 миллиардов. Ну, сравните, да? Там туристов много. Там туристов много. Вот поэтому нам нужно, наверное, сделать туристически привлекаемым наш город. Сделать логистику транспортную. Вот я в этом смысле очень горячо поддерживаю руководителя администрации Валова Алексея Васильевича. Прежде чем, пока мы этого не сделаем, мы не сможем сюда привлечь никого. Поэтому сначала надо нам сделать восточный, западный обход. Ну, естественно, параллельно занимаясь благоустройством города. Параллельно занимаясь ремонтом дорог, параллельно занимаясь ремонтом наших водоотведений, что очень большие проблемы у нас существуют в этой области. Ну и параллельно, чтобы жители наши понимали, что мы, представительная власть, очень хотим, чтобы нам всем живать хорошо. Мы ходим по этому же городу, мы видим эти недостатки и стараемся сделать все, чтобы нам всем в конечном итоге было качественно жить. Вот раз уж речь зашла о взаимодействии с исполнительной властью, с районной администрацией, правильно мы знаем, что формирование бюджета это вот одна команда делает, делала и будет делать. Ну а по каким еще вопросам Совет депутатов, именно городского поселения, тесно взаимодействует с администрацией района? А нет таких вопросов, по которым Совет депутатов бы не взаимодействовал с администрацией района. Это практически все вопросы, которые волнуют всех. То есть все вопросы абсолютно, тут даже разграничений никаких нет. Мы, мы ничто без исполнительной власти. И исполнительная власть, по сути дела, без нас тоже не может выполнять свои функции. Ну и еще такой вопрос, скажем, касается общественной жизни. В нашем районе очень много всяких общественных организаций, несколько десятков буквально, которые, ну не знаю, за все сферы деятельности отвечают. Как работает Совет депутатов с ними? Ну я имею в виду там и Совет ветеранов, и Организация боевого братства, и Организация ветеранов вооруженных сил. Вот буквально недавно создана общественная организация, тоже инициатива снизу, как мы называем, Чкаловский парк. В конце сентября очень заметная акция была. На каком уровне находится работа? Вы знаете, если какая-то общественная организация обращается непосредственно в Совет депутатов, то, естественно, взаимодействие какое-то осуществляется с этой организацией, либо помощь какая-то оказывается. Но в основном у нас эта работа проводится индивидуально. То есть каждый депутат, он эту работу проводит, как говорится, в поле, у себя на округе. Вот я лично являюсь членом общественной организации боевого братства. И на сегодняшний день руковожу Щелковским общественным центром единства и развития, который создан буквально полтора месяца назад с целью консолидировать усилия всех общественных организаций, работающих в городе, для выполнения задачи построения гражданского общества. Потому что люди и, к сожалению, организации общественные, они у нас разрозненные все на сегодняшний день и работают каждый по себе. Почему бы не использовать ресурс административный и другой каждой организации для того, чтобы устраивать совместные мероприятия, для того, чтобы как-то социально друг другу помогать, для того, чтобы видеть, что мы вместе, что мы едины, для того, чтобы помогать власти решать какие-то проблемы, подсказывать ей. Я считаю, что это очень важный момент. Работать с общественными организациями. И, по сути дела, государство на сегодняшний день, к сожалению, не во всех сферах может заниматься со своими жителями, со своими гражданами. Поэтому эту функцию на себя берут общественные организации. Что очень хорошо. Когда государство у нас станет на ноги, оно уже встает с колен после вот этого безвремения, когда у нас 90-е и так далее. Ну, понимая, о чем я говорю, да? То, я думаю, что общественные организации в этом деле играют очень большую роль. А что вы понимаете под понятием гражданское общество? Ну, во-первых, это высокое чувство патриотизма от каждого человека. Это любовь к своей малой родине. Это любовь к своему соседу. Понимаете? Мы же каждый в своей скорлупке сейчас закрылись. Мы не доверяем ни власти никому. Вот вам пример. Вы говорили 90%. Но я скажу, 80% жителей не ходят на выборы. Почему? И элементы недоверия. Почему недоверие? Ну вот, как-то надо этот вопрос менять. Вот я читал в интернете о том, что у нас депутаты, это работники, извините, РТА и еще одного ниже сидящего места. Вот. Немножко обидно это слушать, потому что, ну как, если мы все время в поле работаем с людьми, разговариваем, и, в общем-то, не все вопросы от нас зависят. Понимаете? Но мы их пытаемся продвинуть и получать вот в ответ вот такой вот на то доброе и хорошее, что ты хочешь делать. Все будет зависеть от наших граждан. Поэтому я думаю, что если мы, граждане поймут, для чего нужны депутаты, они на выбор будут ходить и будут выбирать тех депутатов, которые будут для них работать и за них, а не тех, которые будут под себя делать. Большое спасибо, Александр Анатольевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин. Смотрите программу «Диалог» каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!